21 июня депутат Государственной Думы Михаил Матвеев выступил с инициативой вернуться к переходу на летнее и зимнее время. Напомним, что подобный переход был отменен еще в 2011 году по указу бывшего президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. Страна три года жила по летнему времени, а в октябре 2014 года произошел переход на постоянное зимнее время. На тот момент привыкшие к постоянным переменам граждане неоднозначно отнеслись к введенным изменениям. Однако спустя время горожане привыкли не переводить стрелки часов и возврат к сезонному времени сейчас может вызвать негативную реакцию общественности. Действительно очень много лет использовался механизм перевода часовых стрелок и делалось это для того, чтобы оптимально использовать ресурсы света, которые дает нам природа. Дело в том, что, например, вот сейчас в июне уже в три часа ночи светло буквально как днем и этот свет можно было бы использовать с последующей такой экономией электроэнергии. В телеграм-канале депутата, где был проведен опрос населения, против идеи о сезонной смене времени проголосовало 62 процента опрошенных. По словам большей части из них, подобные скачки времени негативно сказываются на организме человека, успевшего за полгода привыкнуть к единому ритму. Казалось бы, незначительная разница всего в один час может сильно повлиять на работу способность и спровоцировать появление проблем со сном. В силу того, что мы крупный центр, для нас может быть это суммарно и не очень оптимально. Говоря о медицинском аспекте, о том, что человеку может быть сложно приспособиться к новому времяисчислению, стоит отметить, что учеными призвано, что человек привыкает. Таким образом, действительно есть некий негатив от самого явления перевода. Основной предпосылкой к регулярной смене времени послужила климатическая особенность России. Переход на летнее время позволяет добавлять к активному периоду суток лишний час солнечного света. Применение летнего времени позволяет существенно экономить электроэнергию. Кроме того, при переходе на летнее время закат в самые длинные дни года в среднем по стране не будет раньше 22 часов, а восход не будет раньше половины пятого утра. Такой распорядок дня, по мнению депутата Михаила Матвеева, убедительно доказывает необходимость летнего времени. Мнение жителей Казани разделилось. Одни считают, что подобные изменения могут положительно повлиять на жизнь и работоспособность, другие относятся к изменениям резко негативно. Сношусь я не очень хорошо к данному процессу, потому что мне кажется, что мой организм пострадает, потому что он привык к определенному времени. Если сместить мой внутренний часовой баланс на час назад или на час вперед, то мне будет некомфортно, например, просыпаться рано утром на час раньше. Ну, наверное, более положительно, потому что у нас в три утра уже светает, спать тяжеловато, если у вас не блэкаут шторы. Как бы мы не Питер, у нас нет белых ночей, поэтому я считаю, что это хорошая инициатива. Вообще я плохо отношусь к этой инициативе. Мне кажется, государство зря вносит такой закон, потому что это будет сбивать человека, то есть его биоритм будет нарушаться. Вот даже, допустим, когда ты переезжаешь в другой город и там другой режим, очень сложно привыкнуть к этому режиму. Вообще я плохо отношусь к переводу на зимнее время, потому что я уже сформированный человек, у меня уже сформировались какие-то свои внутренние часы, и, то есть, например, на работу просыпаться на час раньше мне будет как-то некомфортно, как мне кажется. И мне кажется, эта инициатива не совсем нужна. На мой взгляд, начнется некая путаница у российского народа, в первую очередь. Они будут себя чувствовать не то, что, наверное, неполноценными, а как будто у них отняли один час, то ли прибавили. Начнутся эти все опоздания и будут сказываться на людей очень жестко. Стоит отметить, что наличие сезонного времени сильно повлияет на производительность граждан, однако поможет возобновить баланс светового дня, как летом, так и зимой. Елизавета Газизянова, Юлия Усманова, Александр Кузнецов, Универньюз.